Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Нынешний информационный выпуск получился во многом итоговом, то есть завершающим наш новостейный 2014 год. В сегодняшней передаче журналисты нашей телекомпании попытались выделить наиболее значимые и масштабные события всероссийского характера, которые отразились на Рязанской земле. Впрочем, вот краткий анонс выпуска. Новый год настает. Чем запомнился уходящий 2014-й? Наиболее значимые и запоминающиеся события в изложении наших авторов. Городская смена власти. Олег Булеков выбран главой администрации Рязани за две недели до Нового года. Трагедия на Украине. Как помогали братскому народу пережить беды жителей нашего региона. Ну а теперь обо всем подробнее. Вначале поговорим о событиях предновогодних. Депутаты Рязанского городского парламента подвели итоги осенней сессии. Сегодня они провели завершающее заседание Думы. Два важных решения относительно изменений в правила землепользования и застройки приняли на сегодняшнем внеочередном заседании депутаты. Сняты все законодательные ограничения в вопросе строительства православного храма в парке «Морской славы» в микрорайоне Конищева. 12 соток земли переведены из зоны городских парков, скверов и бульваров в зону административного и культурно-бытового обслуживания. Взамен этого парк должен прирасти дополнительными 60 сотками земли. В нем должны появиться современные спортивные, видовые и игровые площадки. На необходимость начать благоустройство как можно скорее внимание городской администрации застрил депутат Евгений Зызин. Теперь очень важно, и я сегодня обратил на это внимание городской администрации, также быстро решить вопрос по переводу в парковую зону дополнительной земли, что обещалось на первых публичных слушаниях. И также очень важно уже в апреле-май начать благоустройство парка тех его участков, которые сейчас не благоустроены. И я не сомневаюсь, что в конечном итоге у нас появится совершенно замечательное место, где будет один из лучших в городе парков и замечательный красавец храм на самой лучшей видовой точке микрорайона Конищева. Эту позицию поддержал и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Считаем так, что обязаны взять это под контроль. Сегодня на думе были данные соответствующие поручения городской администрации. И очень надеемся, что и все сделано для того, чтобы это место в микрорайоне Конищева, парк морской славы, он превратился в одно из самых любимых мест для горожан, для жителей микрорайона, красиво благоустроенных мест. И уже в следующем году мы начнем первые шаги по тому, чтобы его благоустроить. Также на сегодняшнем заседании депутаты единогласно утвердили изменения в правила землепользования и застройки относительно поселка Солочи. Мы считаем, что принятие правил землепользования и застройки по Солочи, оно будет профилактировать все те негативы, о которых, скажем так, общественность говорит о том, что застраивается эта территория хаотично. Эти правила, они действительно вносят регламент. И в этот вопрос и городская дума сегодня все фракции единогласно проголосовали за принятие этого решения. Этим заседанием городские парламентарии завершили осеннюю сессию. Весенняя начнется уже 12 января. Рязанские полицейские обещают нести усиленное дежурство в новогоднюю ночь. Для охраны общественного порядка патрулировать улицы выйдут 1700 сотрудников регионального ОМВД. В торжествах собираются принять участие более 100 тысяч горожан. А дорожные полицейские посетили дом малютки. Ведь ребятишки, у которых нет рядом родителей, особенно остро воспринимают семейные праздники. Малыши особенно сильно ждут новогодних праздников. Для них это время волшебства. Время, когда исполняются самые заветные мечты. И деткам, чьи родители не могут разделить с ними этот радостный и волшебный момент, внимание и забота нужны особенно. Уже по традиции сотрудники госавтоинспекции в преддверии новогодних праздников посещают Рязанский дом малютки. Проводят праздник для воспитанников центра. Самый настоящий. С елкой, Дедом Морозом и сладкими подарками. В первую очередь мы, конечно же, спрашивали у сотрудников, какие предметы необходимы. И сегодня мы привезли подарки в виде лекарств. Ну и для того, чтобы именно праздник детям организовать, это сладкие подарки. Печенье, пряники, фрукты, мандарины. Ну и, конечно же, сладким конфеткам детям всегда очень рады. А сотрудники МЧС в преддверии праздников организовали акцию под символичным названием «Троллейбус 112». Нацелена она была на профилактику пожарной безопасности в беззаботные новогодние дни. Ведь в этот период у рязанских спасателей дела обстоят, наоборот, весьма и весьма напряженно. Гирлянды, пиротехника, различного рода электротехника ни в коем случае не должны оставаться без внимания. Именно об этом сотрудники противопожарной службы и напомнили рязанцам. Расскажем им, как вести себя в случае пожара, а также наиболее возможные происшествия – это с пиротехникой. Как правильно использовать пиротехнику, как необходимо ее подготовить все время, купить, чтобы она была санкционирована. Ну и особое внимание обратим на детей. Жители микрорайонов города уже начинают отмечать приход нового 2015 года. Например, жильцы многоэтажек в Канищево украсили елку в своем дворе гирляндами и устроили торжество с хороводами, подарками и поздравлениями от Деда Мороза. Родилась елочка, ты, сука, она разная. В то время как одни горожане в минувшее воскресенье сетовали на погоду, другие с удовольствием пользовались первым настоящим снегом. Во дворе дома 15В на улице Интернациональной в юге назло пели песни, водили хороводы и устраивали массовые игры с участием главных персонажей декабря – Деда Мороза и Снегурочки. Все в лучших традициях встречи Нового года. Массовые гуляния в этом дворе – дело привычное. Жильцы внимательно следят за датами календаря. А если становится скучно, придумывают новый, свой повод угостить соседей горячим чаем и позвать в гости сказочных героев. Кстати, подарки за участие в конкурсах – самые настоящие, как и улыбки на лицах детворы и взрослых. Раз, два, три, желудочка, гори! Мне хочется всех поздравить с наступающим Новым годом, 2015-м, годом красивой и доброй овечки. Пожелать всем счастья, здоровья, позитивного настроения. И мы не отстаем от нашей современной жизни. Жильцы нашего дома, интернациональной 15В, всех рязанцев, всех россиян поздравляют с наступающим Новым годом. И желаем, чтобы в следующем году все дворы были более дружными. Это масштабы у дворовых праздников небольшие, а задачи и посыл огромные. Чтобы соседи говорили «здравствуйте», собирались в компании по интересам и каждый ценил вклад другого. Приятно отметить, что этот маленький дворовый праздник охватил и наш коллектив. Мы получили целую коробку сладких символов наступающего года. Завидовали отдыхающим и угощались вкусным подарком сотрудники телекомпании «Город». Ну а теперь поговорим о том, чем запомнился уходящий 2014 год. Пожалуй, наиболее значимым городским событием стала неожиданная для многих добровольная отставка с поста главы администрации Рязани Виталия Артемова. По итогам конкурса на замещение вакансии сити-менеджера победителем вышел уже бывший зампред регионального правительства Олег Булеков. Свою трудовую деятельность нынешний глава администрации начинал в Российском университете кооперации. С 1996 по 2003 год занимал различные должности. От председателя студенческого профсоюзного комитета до проректора по работе с молодежью и социальным вопросом. В 2003 году перешел на работу в Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации. Там работал заместителем управляющего делами и управляющим делами. В 2010 году Олег Булеков занял пост министра экономического развития и торговли Рязанской области. А летом 2013 назначен на должность первого заместителя председателя правительства, курирующего финансово-экономический блок. Ну а 17 декабря стал главой администрации Рязани. Теперь о событиях более масштабных. Начало года ознаменовалось триумфом российских спортсменов на 20-х зимних Олимпийских играх в Сочи. И, конечно же, возвращением Крыма в состав России. А далее стали происходить не особенно приятные для рядового гражданина события. Ухудшение политической и экономической обстановки, усиление антироссийских санкций. Жители регионов юго-востока Украины, ставших вынужденными переселенцами, поддерживали как российские власти, так и простые граждане страны. Ведь большинство беженцев – это старики, женщины и дети. Помогали пережить свалившиеся на них испытания и жители Рязанской области. Из Украины в российские регионы хлынул поток беженцев. Люди, ощутившие настоящий неподдельный страх перед лицом войны, поделились своими мыслями и эмоциями с рязанским телевидением. Каждый из них – и стар, и млад – все бросили свои дома, свою привычную жизнь. Тех, кто прибыл на временное проживание в Рязань, разместили в полянской школе-интернате. Обогрели, накормили. Во временном убежище царила полная тишина. На границе они чудом миновали перекрестный огонь. В Ростове уже вздохнули с облегчением. Там не было слышно стрельбы. В Рязань приехали, поспокойнее стало? Много. В Донецке еще, конечно, когда мы в Донецк приехали, было чуть-чуть страшновато. Слышно даже было, когда что-то рухало. Когда сюда уже приехали, когда отъехали к Ростову, вот сюда на автобусе, уже все спокойно, уже как бы все отлегло более или менее. Бизнесмены, политики, общественные деятели и просто знаменитые люди нашего города. Тысячи рязанцев ходили на митинги в знак поддержки Украины. У каждого из митингующих сердце кровью обливается. В это страшное для наших братьев время. Мы поддерживаем их как можем. Одна беда объединила миллионы единомышленников. Ветераны Великой Единственной войны, ветераны боевых действий, ветераны Афганистана поддерживают народ Украины. Мы с ними. И пока мы вместе, мы непобедимы. Поддержать братьев наших украинцев. Мы с ними. Насколько для вас важно? Важно, очень важно. Мы между собой переклицами. Мы с ними много там. Друзей, знакомых, конечно, мы их поддерживаем. Я вообще-то с Украины. Поэтому мне очень это больно. И очень мне хотелось бы, чтобы там был мир. И чтобы люди опомнились. Потому что никогда добра не было в войне. Поэтому все надо переосместить. Просить друг друга прощения. И жить в мире там. Небольшая брезентовая палатка, раскладной стул и пожар в сердце. Это все, что было у активистов независимого гражданского объединения «Триколор». Желание принести пользу и, возможно, спасти жизни людей, оказавшихся под перекрестным огнем в Донецке, заставляло изо дня в день выходить их на свою вахту и собирать гуманитарную помощь для гражданских и тех, кто был вынужден взять в руки оружие. Консервы и лекарства – вещи первой необходимости. Мы собираем медикаменты. И медикаменты – список большой, но в основном все сводится к трем вещам. Это обезболивающие в ампулах, антибиотики в ампулах и заменители крови. Грузы действительно доходят до городов Украины, до городов Юго-Востока. Нас благодарят главврачи больниц, оболченцы из штабов. И все же препятствий на переправе через границу было куда меньше, чем здесь, в Рязани. Недопонимание горожан крепче и страшнее вооруженного кордона. Лидеры отделения рязанских партий проводили концерты в преддверии украинского референдума, исход которого уже тогда был очевиден. Мы глубоко обеспокоены тем событием, который происходит сейчас на всей территории Украины и наиболее на восточной ее части. Потому что те люди, которые сейчас захватили власть, хочу подчеркнуть, что они захватили ее нелегитимным способом, пытаются всячески устроить геноцид русскоязычному, русскоговорящему народу. А это наши братья-славяне. И мы, собственно говоря, рядом акций хотим поддержать их моральный дух. Потому что моральный дух – это самое главное сейчас в той борьбе, которая развернулась на территорию Украины. Рязанские организации также занимались сбором гуманитарной помощи. На базе комплексного центра социального обслуживания населения и семья был организован пункт сбора. Детское питание, средства личной гигиены, одежды, игрушки, постельное белье – все средства первой необходимости были предоставлены неравнодушными гражданами. Люди побросали дома, вещей взяли по минимуму. Банальная нехватка нижнего белья и полотенец, на которые у них не было лишних средств, причиняла огромные неудобства. Любой желающий мог помочь переселенцам с Украины. Люди приходят, приносят, организации откликаются детское питание, потому что это на сегодняшний момент очень необходимо. Детские предметы личной гигиены, которые тоже достаточно востребованы. Одежда для мужчин, для женщин, теплые куртки. Чтобы помочь украинским переселенцам в решении финансовых вопросов, городские работодатели организовывали ярмарки вакансий. В ближайшее время вы хотите связать свою судьбу с Рязанью? Ну да, да. Наверное, все-таки и документы оформляем сейчас на РВП. Будем здесь. Рязанская ярмарка вакансий, организованная специально для беженцев с Украины, стала одной из первых в стране. В общем и целом она удобна тем, что, несмотря на некоторые расхождения с документацией и трудовым кодексом, работодатель помог гражданам Украины с решением этого вопроса. Ведь хороший специалист всегда ценится на вес золота. И рязанские предприятия это отлично понимают. И еще о делах международных. В конце весны по миру пронеслись страшные вести о чуть ли не начинающейся эпидемии вируса Эбола в Западной Африке. Паника прокатилась практически по всем странам. Искали способы борьбы с заразой и российские микробиологи. Эбола. Это слово наводило страх на всех от мала до велика. В России были приняты меры по усилению контроля за транзитными рейсами из африканских стран. Случаи с заражением вирусом были зафиксированы и в Штатах, и в Европе. Интернет буквально кишил сообщениями о страшном заболевании. Мы боялись. А теперь слово, от которого нас бросало в дрожь, осталось лишь в воспоминаниях. И тем не менее, сейчас вирус активно изучается. Пока ученые-вирусологи пытаются выяснить точно, каким способом он передается. Эбола – это своеобразная природно-очаговая инфекция. То есть, здесь, в средней полосе, вирусу некомфортно. Да и иные условия, присущие Западной и Центральной Африке, в частности, столь низкое, можно даже сказать, никакое качество медицинского обслуживания, России, к счастью, чуждо. Таким, по нашему мнению, выдался уходящий 2014 год. Желаем вам хорошо провести новогодние и рождественские праздники. И до встречи в эфире программы «Время говорить». С наступающим новым 2015 годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова